Ну что, друзья, финальный рывок первого дня группового этапа закрытых СНГ-квалификаций. Во-первых, всем большой респект, кто продержался с нами весь этот день. На самом деле, очень трудно оценить вообще, когда этот день начинается, когда заканчивается. Вот мы стартовали с аналитикой сегодня во сколько? В 12? В 11 по Москве? В 12, да. А ведь все это время еще работали наши коллеги, которые освещали Китай и Юго-Восточную Азию. Где-то уже сейчас, по-моему, должны будут начинаться квалификации Северной и Южной Америки. В общем, круглые сутки, друзья, мы одаряем вас контентом. Спасибо, что вы с нами. Есть вот новость дня. ТНС, пятое место в группе, да? Да, все верно. То есть это вот еще один пример того, что команда, которая выиграла мейджор, там многим предъявляет, ааа, скатили, все. Да, они, возможно, скатились по собственному желанию. Они там, не знаю, бухали, там посадили своих сестер, там, не знаю, братьев, матерей. Или, я не знаю, что-нибудь там, может быть, они бухие играли. То есть очевидно, что ТНС в ближайшее время, они действительно, скорее всего, не будут стараться играть хорошо. Они там просто на чиле. Суть по всему, да. Это вот минус, мне кажется, еще вот этой системы, что они уже знают, что они на The International, соответственно, а что потеть? Мы уже на Инте. Ну, это определенно минус, потому что команда же сама, наверное, ничего особо не потеряет, да, играя вот так. Потеряет зритель, который не увидит чемпиона прошлого мейджора. Вот в этом минус. Я же, я уверен, что у ТНС, ну, достаточно серьезная фан-база, и они так же, как и фан-база любой команды, которая вроде должна выигрывать, но не играет в полную ногу, они будут страдать. Мне кажется, фан-теллджи тоже страдает. Да, да. Второй мейджорпай, ребят, как там. Это просто, это весь Китай страдает. Вот он, мне кажется, там, во всех провинциях сейчас люди плачут, надеются на ВИЧ, может быть, на каких-нибудь. ВИЧ, кстати, хорошо выступили сегодня. Там четыре карты выигранных у них из четырех возможных. В общем, после этой карты мы в любом случае, друзья, всю статистику еще посмотрим, подведем итоги Китая и Юго-Восточной Азии, они уже давно закончились. Европа, кстати, тоже, мне кажется, уже должна подходить к концу. Мы не особо говорим, что там происходит, но там Сикрет разваливают, Нигма разваливают, и у тех и у других все хорошо. Ну, хотя, кстати, к концу они не подходят еще, там все еще впереди. И последняя карта драфта. Я хотел добавить, Дмитрий, что, допустим, тренер RTK, он всегда с ними, он всегда пикает, он всегда настроен, он боец, он стабилен, как скала. А тренер LGD, он зачастую куда-то все время пропадает. Мне кажется, после того, он так вот пропал, там еще и пропали LGD, и по итогу, как вот на том лане было, Winter Clash, по-моему, да? Да. Где пропал тренер LGD, и его никто не мог найти, он по-моему, вот, испарился. И они там начали творить полную дичь. Вот LGD, что-то с ними иногда происходит. Нет, LGD, да. Я все, я никак не забуду эту историю, кто мне на шторм рассказывал про то, что, типа, ну, как же там было-то, сам на шторм, что бы рассказал. По-моему, LGD уже ищет, типа, чуть ли не на сцене, что-то такое. Вот, он смотрит, как их тренер, на кого-то кричит, типа. Ну, как-то в таких, типа, а-а-а, что-то там. Вот, а, как бы, а человек, на котором кричит, типа, его не видно, типа, за какой-то колонной или типа того. И Майл говорит, я, типа, смотрю, а там за углом, эвайс абсолютно, типа, ну, каким-то лицом, пофигистическим. Каменным лицом. Просто ест худог, типа. Вот. Может, у LGD мемы? Прекрасно. И мы же на лан, на эпицентр, вот, лучшее место для... Ой. Ну, дать еще раз руку. Еще раз. И вот. Подушка вас победила, господа, дайте мне ее сюда, я с ней посижу до конца эфира. Да. Все. Да, спасибо. Все. Да, наш режиссер не выдержал. Да. Да что, режиссер, сам пускай сядет себя вместо подушки, и он будет сам падать тоже лицом вниз. Это не по его инициативе, это просто... Понял. В общем, лайк, вот, ребятам справа. А слева? И слева тоже ребятам лайк. Я бы сказал, что ребята слева полностью закрывают ребят справа, потому что шарик разбивается моментально. Иогармагу, и бейсмастеру параллельно, что на них бежит Найсталкер, они бегут на него в ответ и просто месяц его под своими аурами, там дикие модификаторы. И единственное, что улыбается в Винстрайк, это блайндинг лайт котла, который существенно снижает физический уран. То есть вы, Дмитрий, так сейчас очень вскользь заметили, да, что драфт команды Hellraiser сконтрит связку Баланар-Котл. И то есть все это время была такая очевидная контра, но никто ее не использовал. Нет, тот момент, смотри, что они контрят их, когда у их коров появится блэкинг-бар, потому что атак спида будет много. Если Найсталкер будет бить Огармага или бейсмастера, то будет как сегодня, вот он такой вбегает в кого-то, а людям пофиг, они просто его убивают вместе с остальными. И слева реально хороший опенинг против подобной связки. Ну все, мне нравится. Единственный минус, что они могут где-то там на 15-й минуте просто умереть все вместе, потому что блэкинг-лайт, он контрит весь атак спида. То есть сколько бы атак спида у тебя не было, сколько урона, блэкинг-лайт режет две трети твоего урона в принципе. И чем больше у тебя урона, тем эффективнее блэкинг-лайт. Ну это урона, но не скорости. Ну то есть, как бы скорость атаки большая режет, потому что ты делаешь больше ударов, вероятность попадания тоже повышается. Главное шар разбить. Нет, я стараюсь, не знаю, математически сейчас. Вы делаете, допустим, Ярослав, 10 ударов по 100 урона, 1000 урона. Блэкинг-лайт 70% миссов, правильно? Правильно. Минус 700 урона. Ну да, но я говорю, что... И чем выше числа, тем эффективнее блэкинг-лайт. Тем эффективнее, да. Ну а как раз скорость атаки нам поможет нам, потому что мы все-таки будем иногда попадать. Там же главное шар разбить в первую очередь, с остальным разберемся. И вот если у нас у всех большая скорость, то мы будем успевать делать там по два удара. И вероятность того, что один из них попадет, будет выше. Это плюсы. Ну в общем, короче, когда купят БКБ, в принципе, будет уже порно на котла. Да. И это, наверное, главная цель HellRaisers. А купят ли они? И можно устоять. Желать, чтобы не было мипарей. Потому что если мипарь против этого выйдет, земля ему пухом. А кто нужен? Герокоптер нужен. Он есть там? Да слишком просто. Герокоптеров в банах нет. Давай другого. Нет, герокоптер нужен. А давай другого. Давай так. И сегодня герокоптеры, по-моему, выигрывают. Сегодня герокоптеры, а завтра кто тоже герокоптеры? Ну, герокоптеру уже 5 лет. Ждем клинкза. Герокоптер 5 лет герокоптер, Яслав. А нет ли желания у Valve не добавить 60 шмоток, а порезать герокоптер? С виспом. Да хоть с чем. Ну, то есть, или, например, я тебе скажу. Переработать флэк, чтобы он не бил по всем. Смотри, дать в Рейс Кингу, скажем, в Рейс Кингу, следующий скил. Это наш друг. Опа. Бараж. Флэк Кэнон. Вот. Кулдаун. И Хомин Миссл, да, называется? Да. Ракетка. Ракетка, короче, да. То есть, вот, и каждому герою дать, чтобы все были герокоптерами. Ну, потому что действительно неправильно, что есть один герокоптер и все остальные. И он реально заходит. Он сейчас, ну, он сейчас очень крут. Он сейвит миргейм. Он отлично разбивает шарик. Он хорошо ставит линию, что немаловажно, потому что линия намечается трудной. Кстати, знаешь, он максимально крут. Он бьет в шар и по всем одновременно с ним лов. И он может выстоять против, ну, тут потенциально будет, то есть пока мы, на самом деле, не знаем, кто кем будет, но, скорее всего, это Лина Сэн Кинг или Сэн Кинг плюс один. Вот. Он может выстоять. Это пит пуш, Димон. Это ответный пуш от Холлорейд. Это пуш, сын Кинга, они ошибаются. Сына не пропушить. Это, ну, это котел. Блайндинг, лайт, котла еще эффективнее. Да, блайндинг, лайт, котла. Потому что он на всех сам еще работает. Там поляна лежит, сын в поляне, и ты офигеваешь просто туда же как-то наступать. Ну, короче, два героя пока чуть ли не полностью контр-пик. Ну, и Лина, типа, тоже в плане от пуша очень сильная, то есть прям именно продавить может не получиться, но, с другой стороны, у Винстайк-то пока тоже не видно явного, знаешь, лейтера какого-то, супер-лейт-гейма, то есть у них тоже мид-гейм-дражка. Ну, вот ты, когда смотришь на этого Найсталкера, ты так вот присматриваешься к нему, нет, нет, когда Найсталкер видит вот пик Холлорейд, так присматривается к ним издалека, и он уже не хочет бежать. А почему это не хочет? Ну, потому что ты вот видишь Лекантропа, он вызвал там все, что у него есть, и побежал в Найсталкер. Найсталкер, он не будет бежать в него, он убежит от него, потому что урон Лекантроп делает больше, чем Найсталкер. Так ты на елку залетел, Волк такой, где человек? Вот, и дальше побежал, а ты оп, и на Дазла залетел, и начинаешь вот, не, не, не. Ну, короче, Найсталкер Рафлан поминки. Ему тяжко. Ты нормальный Найсталкер. Не, ему тяжко. Начинается драка просто с того, что сын прыгает, станет, летит Найсталкер, войды по всем, все такие, а, сейчас будем бить его, но Сори Коттл дает чакру, еще войды по всем, уже КП нет, Лина одного добила, сын уже возвращается, уже с ультимейтом, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Главное, чтобы сын вернулся. Да, главное, чтобы сын вернулся. Все правильно, все правильно ты говоришь. Я бы сказал Хускар, но я боюсь, что его могут съесть. Я бы сказал, что он темпларка в БКБ убивает четверых в соло. Она реально минус четыре делает. На данном этапе игры, да. И Найсталкер, если он увидит темпларку в БКБ, он тоже будет убегать. Не знаю, мне слева пик нравится больше, чем справа. Кто спасет, Ярослав? Давайте найдем спасителя. Хускар. А еще? Хускар. Не знаю. Ну, вайпер, я бы сказал, но его нет. Разор, поехали. Волка не всосаться, но в остальных, да. А что, Тинкерос, может, какой-нибудь? Какой Тинкерос. Вообще на ХГ не зайти. Просто базу. Нет, тут знаешь, как будет? Они прожмут БКБ, просто что-то убьют, там, ну, побьют вышку. И вышка упадет за Реймбл Кингбара. Слишком много урона. Ну, слева круто. Слушай, слева единственная проблема, маловато нюков. Но это Эмбер и Эмбер крут. Эмбера трудно поймать. Из контроля только стану Гармага и Рорбис мастер. И Эмбер реально может здесь просто минус пять сделать. Физически Эмбер с новым талантом на фисты. Эмбер крутой. Эмбер спасает пик, без шуток. Эмбер убьет всех. Как пак? Нет. Не как пак, но тоже. Как дизраптор. Короче, Эмбер убьет всех, вот. Кста. Все, передавайте слово комментаторам. Да, сейчас драфты. Драфты уползут, да. Пока можем отдохнуть. Давай. Давай. Ну, ладно. Собственно, все. Драфты улетели. Слово комментаторам, джемам и Майлшторм. Держитесь там. Всего вам доброго. Да, когда мы сможем отдохнуть. Да, я могу, в принципе, тоже вот так вот здесь. Ну, спасибо нашу студеналитику, что передали нам слово. Как бы, да, что-то у нас тут последняя игра, все дела, но... На самом деле, очень важная игра. Именно в преддверии завтрашнего дня. Да и вообще, когда вот у тебя так мало призовых вот этих мест. И тут уже борьба идет и не только за первые два, но и за третье. На данный момент Na'Vi являются лидерами группы, но вот за как раз второе и третье место идет борьба между HR, винстрайками и VP. И до сих пор непонятно. HR, если сейчас побеждают 2-0, они включаются в эту борьбу полноценно. Тогда завтра у нас суперинтересный день получается, потому что там все команды сыграют между друг другом, и мы уже выявим фаворитов. Да, вот как получилось, VP проиграли Na'Vi, и кто знает, как это повлияет. Может быть, VP где-то немножко потеряют уверенность, может быть, команда, те же HR посмотрят, ну, да они непобедимы, их можно обыгрывать. Короче говоря, это суперинтересно, но вот результат 1-1 не выгоден, получается, ни той, ни другой команде в далекой перспективе. Ну, конечно, сейчас HR лучше получить 1 очко, нежели оставлять всю ситуацию 0-2. Ну, в общем, завтра будет супер важный день. Ну и сегодня последняя карта, она, безусловно, решающая. Я посмотрел, что в параллельной группе происходит, там, в общем-то, Spirit и Gambit чувствуют себя уверенно. Но они там два фаворита, и остальные команды для них не особо соперники должны быть. Ну, мы отмечали, что вторая группа не такая интересная, то есть там у нас немножко дисбалансная даже, можно сказать, что группа получилась. Ну, из-за винстрайков, из-за того, что туда Ханов насыпал, а сюда винстрайк. Но винстрайк тоже, знаешь, у них есть вот один минус, который сейчас очень хорошо виден. Они не заканчивают игру и вообще не нападают, не как-то не пытаются поставить жирную точку, когда у них есть пик силы. Это очень важно. Вот они сильнее. Вот Нави, да? Нави зафармили это Бакабена и Сэфи, пошли и закончили игру. Либо попытались перевернуть. У Ашеров, вот, Мипарь раздувался, раздувался. Ой, у винстрайков, Мипарь раздувался, раздувался. И лопнул. И в какой-то момент, да, он просто лопнул. Куда он раздувался, кого он этим хотел, что вообще. Я причем уверен, что можно было в какой-то момент перейти в атаку и игру закончить. Да, тяжело было против этого Дизраптора, но хотя бы попытаться это сделать. Но до покупки артефактов, по крайней мере, его можно было попробовать. И затягивать бесконечный лейт, когда уже соперник сам к тебе придет и захочет подраться. Ну, посмотрим. Так, ну что, снова какие-то проблемы небольшие у нас. Ничего страшного, подождем. Ставится очередная пауза. Напомню, что и в остальных регионах идет квалификация. Европа от нас немножко отстает у них позже начала. Ну, в Европе, конечно, туда поселили двух этих монстров, Нигму и Сикрет, в каждую группу, которые прошли через открытый отборочный. Там ситуация такая, что команды через открытый отборочный, которые пришли, они просто самые страшные, наверное. И с ними никто не хочет встречаться, но придется. Тем не менее, там два слота. Ну, в общем, короче, Европа очень интересная. Ну, и Китай, Юго-Восточная Азия, Северная, Южная Америка. Нон-стоп дота, как всегда, квала-мажора и потом квала-минора. Это очень много доты. Нереальный марафон у нас получается, да? Длиной почти, ну, в неделю получается. Да. Так, ну что, у нас с тем временем сейчас будут появляться первые баунти-руны. Неплохого ястреба уже закидывает бисмастер. Прекрасно видит, где стоит Дахак, где стоит Роджер. Кабан уже на готове. Начинает плевать в Дахака. Выходит Мипошка. И тут Дахака опять сверхтемповый персонаж. Аганим нафармил, полетел, попытался убить. Если нафармить Аганим и летать до бесконечности, ничего хорошего из этого не получится. Здесь лейт зверский у Ашера. По две баунти-руны должны забрать, да. Так и происходит. Ну что ж, первой крови мы не увидели. Наверху у нас будет фармить Дахак. Помогать ему с этим делом будет здесь котел. Против него будет стоять Мипошка на Огромаге. И, конечно же, мистер Бистмастер. Ну и в миде. В миде Никс. В этот раз на Тэмпларке. А против него уже идет Эмбер. Ну и снизу Лекантроп. Против Сынкинга Лина. Лина. Да, Алох уже там получает пейзентач. Еще обновляют. И еще. Минус полстолба у Алохи. Но тот самый Сынкинг, которого очень сильно хотел Ярослав, пропагандировал сегодня. Будет, конечно, очень неприятно, если он проиграет. Да, очень много плюсов он высказывал касательно этого персонажа. Кстати, есть подкоп уже. В два стана играют там. Пытаются пробить как-то у нас Лекантропа. Но Лекантроп тоже довольно плотный. Такого просто не выгнешь линии. Не подведи Сынкинг. Тебя так расхваливали. Так что давай. Оправдай наши надежды. О, подфитка банальная. Да, хотел уже было задинаить, но не успел. Бисмастер. Роджер тут хорошо действует. Хорошо поддинаивает. Ну, в общем, пока эта линия смотрится, на самом деле, самой уязвимой точкой. Это Коттл. Если он подставится, может быть, очень больно. Но пока не подставляется. Да, все грамотно делает у нас Роджер. Прямо под Ласхит закидывает Бланник Лайт. Там успевает обласхитить в это время Дахак. Зафармить крипов. Так что все нормально. Да, небольшая пауза. Интересно, как будет качаться Мелажул. Все вот эти разговоры про физического Эмбер Спирита. Но мне кажется, как и Пака физического, мы можем увидеть физического Эмбер Спирита только на 30-м уровне. И будет это опять у нас магия. Никто не берет эти фисты. Все берут спелл амплификейшн. Ну, пока еще не ясно. Чуть позже поймем. Когда дойдет дело до сборок, наверное, талантов. Он тут пока что на начальной стадии игры. И пока чуть получше себя показывает Эмбер. Но я думаю, что Тэпларочка сейчас еще с этой пачкой крипов нагонит. Тэпларки нужно подстакать Лес на будущее. Вот очень хорошо. О, еще один закинул неплохо. Хорошее пробитие. Дэнает рейнджа сейчас. Да. И нужно этих двух крипов забирать определенную Никсу. Внизу Аллох тут продолжает разминать. Также волки побежали. С волками ничего не сделаешь. Волки должны обновлять, насколько я понимаю. Яд вот этот вот Датл. Это сверх неприятно. Постоянный кусь-кусь-кусь. Лина. Я не уверен, что волки обновляют, кстати говоря. Я что-то залип после твоих слов этих. Кусь-кусь-кусь. Они просто кусь-кусь делают. Так, ну тут у нас еще и отводик делается с линии. За крипов тоже неплохо было бы побороться. Но почти все крипы возвращаются обратно на свои места. Попытка создать от Союша. Ничего не получилось. И еще раз он запуливает. Здесь уже непонятно какие-то крипы уйдут. Ну там часть какая-то лесных сагрилась на Аллоху. Да, но Исен Кинг 9 на 0 на линии пока что фармит хорошо. Также Элма контролирует здесь своих саммонов. Восхит. Точнее, динает их, чтобы не давать дополнительную экспу оппоненту своему на линии. Ну и добивает в основном тоже саммонами. Нормально все у Элма. Практически равная игра на всех линиях. Немножко Эмбер Спирит вырвался вперед. Но это пока незначительно. В общем, сильный раскаст снизу. Может быть попытаются с левелом здесь как-то пробить Дазла. Или пробить того же Ликантропа. Сверху Коттл не подставляется. Не дается никак врагу. А вот сейчас раз. Да, слушай, Кабанта замедляет. Блондик Лайд имеется, конечно, у Роджера. Но так вот лучше не загуливать. Чуть подальше уйдешь и погибнешь. Там еще и топорики могли быть. Икс опять против Меложулла. Привязывают Никсаре. Фракшена уже нет. Но, в принципе, и Меложулла получал здесь неплохо. Вынужден прожимать сразу фласку. В принципе, как и Никс. Так, ну что, 17 на 10, 14 на 2. Очень много динаев у нас получается у Эмбера. Получше с этим делом обстоит. Все пока прилипли к линиям. Никаких стаков. Пларка хотела бы, конечно, чтобы ее суппорты этим занялись. Ну и на линии не оставишь одного Ликантропа. Да, некому сместиться в леса. Наверху то же самое пока что. Некому уйти с линии. Ликан слишком слаб пока что. Так, Руна Аркейн. Ой, неплохо было бы забрать сейчас Эмберу. Но успевает быстрее Никс за ней. Плечка из-под Мелта. Хорошо. Неплохие такие плюхи отвешивают здесь Никс. Нечем сбить Флэймгардом Пларки. Это большая проблема. Нет вообще никакого магического урона до появления трапов. Да и трапы наносят его слишком медленно. Поэтому Флэймгард прожигает раз за разом. 4.30. По-прежнему 0-0. Сверхаккуратная игра. Но здесь тяжело забрать Ликан Регеница. Дазлова подхиливает. Суппорты стоят на линиях далеко. На миде, наверное, самая острая ситуация. Но и там пока никто не ошибается. Вот на лоха Беттам Пларка. Ну, она как раз таки отходит. И будет восстанавливать здоровье ману на шрайне. Вот сейчас баунтируны. Да, важный момент. И вроде как... Нет, здесь не будут драться. Забирают две сверху Ашер. Три даже забирают Ашер. У нас получается... Три Ашера. Достается на страйк, да. Хорошо отработали. Здесь Роджер что-то пытается перехватить. То ли Курьера, то ли вообще... Вроде как ничто не летит. Может быть, просто крипов заберет. Что-то такое, да. Агрит на себя пачку. Но сюда уже бежит на... Встречу Роджеру. И вот он, ФБ. Дазла. Не пошка, да. Дазла забирает в то время внизу. Алох оформляет враг. Интересно, куда он повел этих крипов? Ну, фармить, наверное, для Дахака, я не знаю. Судя по всему. Они и так бы пришли к Дахаку. Возможно, мысль в том, чтобы линия с катапультой, вот эта пачка с катапультой, не могла доехать и с бестмастером подпушить как бы. Ну, в целом, не совсем непонятное решение вот такого вывода. Тут как бы бестмастер доволен этим вполне нормальным. Подвышку к нему пришли. У него уже пятый с половиной левел. Скоро появится шестой такими темпами. Там даже по левелу дела похуже обстоят у Дахака с Мавом. Мы видим, что он пятый до сих пор не получил. Постоянно с катлом. Просто соло бист, получается. Да, мипошка чуть просядет, но, как правило, это выгодно. Кора своего качнуть. Катапульта здесь вообще осталась в лесу, потому что загорелся каких-то крипов. Короче, очень странный мух вот этот от Роджера получился. Я пока не понимаю его. Так и есть. Ну и что по Нетворсу? 2 300 у нас имеет в миде Эмбер, Темпларка 2 200. В принципе, нормальная погрешность, 100 голды. Бестмастер — единственный герой, который вот прям сильно вырвался. Дальше идет прям плотная куча героев от 2 400 до 2 200. Минимальный разрыв. Ну и Лина среди суппортов, видимо, за счет Ферсблада какого-то, вышла вперед. Но пока все сверх плотненько. Да, довольно ровное противостояние. Мы видим, что смещается Эмбер в лес. Имеется руна Инвиза в бутылочке. Летит ему еще один в рейсбэн... А, нет, в тапок. В рейсбэнник там с базы еще нужно донести. Элма внизу. Элма себе дофармил... Подофармливает, точнее, потихонечку доминаторов. Ну, это отличный выбор для Ликантропа, опять же. Многие предпочитают этот артефакт. Стандарт. И у бестмастера тоже доминатор. Через два доминатора. Да, крепочку уже, с Треться, забирают. Это Кентавр. Минус курьер. Ура, Дахак забирает. Но это... Этот курьер уже мало кого интересует. В нынешнем патче неприятно. Не более того, Брумхеннел. Кстати, первые артефакты, да, появляются. Это для команды Ашар. Ну, супер артефакт. К тому же бесту или Ликантропу отдать. Будет очень приятно. Забирает Ликан в итоге пока не перекладывает. Синкинг уходит. Синкинг сейчас много урона получит от яда. И правильно он сделал, что использовал Барроу Страйк. Там еще пара ударов. И Синкинг мог бы отъехать. Щиток, кольцо делает себе Вангвард. Да, против маст саммонов, против Ликантропа, двух доминаторов, кабанов. Это топ артефакт, Кримсон. Подходит сюда Роджер. Но его видят, поэтому аккуратно Ликантроп отходит с линии. Что делает Дахак? Не знаю. Безопасно фармит. Какие еще тут оправдания можно придумать? Ему на компанию приходится оставить ми-пошка. Начинает свои мотыгой сбивать, закидывать стан, всячески мешает. Но, конечно, ночью Найт Сталкер здесь еще может сам напрячь. Такими темпами. Там Курьер еще слева висит. Уже не может. Мана закончилась. Мидия. Чуть выше мид, точнее драка. Никс тут немножко попросил. Успевает активировать щиты. Но их очень будет разбивая тембер. Но и вовремя приходит сюда Бисмастер. В итоге Никс выживает. Очень вовремя Бош делает телепорт. Тем временем продолжается дуэль Огра и Найт Сталкера. У Сталкера очень мало мана. Ему либо наводят, либо на Dark Ascension. Ни то, ни другое тратить сейчас не хочется. Продолжает вводить крипов каких-то. Бежит куда-то. Так, воин пошел. Хочет забрать ми-пошку или что-то. Сюда есть перетяжка, да. Летит сюда Саюж. Минус Курьера делает Дахак. Что происходит? Минато, кстати, да, я так понимаю, летел для как раз-таки Ликантропа. Это какой-то сверх гениальный плей от Дахака сейчас. Он прибежал, стянул двух суппортов, забрал двух Курьеров. Его отпускают спокойно. Не могут гоняться. Чем-то напоминает мувы Тернол Эдри. Сори, конечно, что такое сравнение. Но, знаешь, непонятно, то ли они гениальные настолько, то ли настолько абсурдные. За Курьерами, возможно, охотятся просто. Это очень интересно. Но он получает очень мало фарма здесь. Потому что вот видно, что он уже просел на последнее место среди всех коров. Там бестмастер ему вышку ломает. О, нашел Дазла. Маны до сих пор нет у Дахака. Так, ну, все ближе к Эмбер. Так, во время в миде Никс погибает. Очень легко забирают его. Дахак улетает отсюда. Окей, Никса забрали. Будем считать, что он так круто развел своих оппонентов, что на вражеского мидера смогла выйти команда, и не было у него помощи никакой. Никс пока такое уязвимое звено здесь. Ему очень быстро разбивает Эмбер Спирит рефракшн флеймгардом. Так, Дахак пошел дальше. Мы продолжаем следить за этим героем. Шестой уровень. Не так уж и много на десятой минуте. Но будет рашить себе дальше Аганим. Здесь все понятно в плане выбора артефактов. Внизу также Ликантроп пока что без Доминатора, потому что потерял Курьера. Но Курьер-рестница и Доминатор рано или поздно долетит. Так, что тем временем наверху? Наверху у нас уже сам Ликантроп, собственно, вместе с Бестмастером, возможно, сейчас законтролят. Да, баунти-рунки заберут как раз-таки аванпост и, наверное, выйдут все-таки на Т1. Ну, пуш хороший. Два Кабана, два Волка, Крипс Доминатора. А могло бы быть два. Вот сейчас Курьер как раз летит. Ликантроп, он резнулся. Плюс здесь уже неподалеку Исайюш. Все, дело захиливает, прохиливает. Хорошо, Тауэр падает. До Т1 внизу пока что Винстрайк не успевает дойти. Наступает день, эликсир достается у нас ребятам из команды Винстрайк. Не должно быть больших проблем у Винстрайка с таким подпушным суммонами. Опять же, у них есть Синкинг, у них есть Коттл и Эмбер. И все это должно разваливать суммонов очень-очень быстро. Но вот если они где-то прошляпят, на них набежит Ликанна, не отдадутся, как это обычно бывает. Их просто эта пачка суммонов может стереть. Нельзя ошибаться против такого пуша. Он сверхагрессивный и сверхбыстро ломающий. И все. Тахак тут подфармливает низ. Да, пока что в гордом одиночестве. Никто не составляет ему компанию. Заберет еще одну пачку крипов. В это время отступает вообще команда Винстрайк на свою половину. Но вот сейчас два доминатора как будут действовать Ашеры. Мне хочется увидеть от них такую вот реализацию. То, чего мы не увидели от Винстрайка на прошлой карте, реализацию вот этого пика силы, так называемого. Так, и Ройл Джели появляется для команды Ашер. Неплохо, неплохо. Выход куда-то, на кого-то. Ну, кого здесь поймаешь просто так? Тут есть, конечно, Смог. Видит Кабанчика. Понимает, что неподалеку где-то находится Бессмастер. Но Бессмастер отсюда уже ушел. Ликан тоже все чекают с саммонами. Все абсолютно видит. Ликан возвращается. Это может быть ошибкой. Дай его спалили. Ну, вот как-то неуверенно выходят. Снизу падает Т1 Тауэр. Дахак допушил. Но ему никто особо-то и не мешал. В свою очередь. Да, Дахак какой-то, знаешь, это соло... Ну, одинокий волк, я не знаю, боец, который бегает как-то один отдельно от команды. Причем волк у нас в команде соперника. Да, ну, я имею в виду прозвище. Одинокий волк. Потому что как-то... У него своя игра, в общем. Здесь. Впрочем, Ликан в команде соперника, но одинокий волк именуло. Плюс 200. Да, спасибо большое. Приходите к нам еще. Это приятный буст такой по денежке. Вниз, наконец-то, Дахаку в гости. Отправляются игроки команды Ашер. Но Дахак отсюда уже убежал. Ликан дворник у нас какой-то с этой сметлой. Ну, смотри, какой дворник. Смотри, что ты будешь убирать. Ну, да. Либо ты убираешь мусор, да? Либо ты убираешь команду соперника. Да, да, да. То есть, в принципе, как бы одно и то. Так, ответные соты появляются у нас также для команды Винстрайк. Тоже приятный подбав для тиммейтов, для себя. Пустячок, но приятно. Глобально, возможно, это не так сильно смотрится, но все же. Так, ну и Линза. Дальше себе собирается купить именно этот артефакт Алоха. Ему бы у Диали киноптик какой-то еще раздобыть. Ну, киноптик уже не раздобудешь. Да нормально. Линза зафармит. Коттл есть. Сэн Кинг есть. Попробуй продави. Вот сейчас на лоб... На лоб. На лом в лоб. Не особо круто будет работать. И еще Винстрайки сами в контратаку выходят. Ну, максимально аккуратно. Нельзя, нельзя подставляться под бегущего Лекантропа. Нужно просто аккуратно отбивать свои вышки. Не более того. Но не идут в атаку Ашер. Они просто забрали правую аванпост. Есть нападение на Саюша. Саюша подцепили. Все, отдали Саюша. На этом все. Подзамедлил Алоха, чтобы тут никого не подцепили. Нужно отконтролить аванпост. Дальше побежали. У нас Мепошку, может быть, еще подцепит. Да, Мепошку поймали. Алоха дает стан. И Мепошка тоже быстро погибает. Даблкил для Мелажула. На развороте. Врыв. И заберу здесь Котла. Волк побежал куда-то не туда. Трэпа взорвалась очень хорошо. Довольно медленно бежит Алоха. Еще одна трэпа. Алоха пытается стан откинуть. Но он погибает. Станом все-таки попадает. Есть и Пицентр. Но и Пицентр что-то вообще нуль урона, по-моему, нанес. Не-не, нормально. Урса ощутил. Но вот героя нет. Ну, да. Может, Криппа за 200. Крип за 200. Крип за 200. Нет, слишком сладко. Но вот Эмпларк и Дезолятор уже не хочется сюда лезть. Крип выживает на каких-то лоха. Пэт Дазл его подхиливает. Тут же на Рошана. Ну, перенаглели Винстрайк. Но можно было остановиться после Огра. Зачем они пошли дальше на Бестмастера или Контропа? Да, Дазл ничего не может сделать. Тегур тоже задувка от котла. Хорошо. Никто не погиб. Погиб только Рошан плюс Аегизли команда Ошер. Как быстро с этими саммонами, с Дезолятором забирают Рошана. Ну и вот сейчас Ошер как раз-таки должны воспользоваться вот этой ошибкой, наглостью Винстрайков, которые полезли, полетели. Черт знает куда. У Ошер очень много аур. Там уже и Пайпа доспел для Бестмастера. То есть Дизмаги просто так не пробьешь уже. Два Криппа, Кабаны, Ауры, Дазл. Все это имеется. Можно идти. Эпицентра нет у соперника. Пятнадцатая минута. Получают по тику экспы, забирают баунти руны. И в отличной позиции Ошер, чтобы идти пушить. Главное не дать занять позицию котлу. Ну и Сенкинга в принципе можно выкурить. Из песка он лопнет быстро. Ставится в арт, тут же снимается. Аквила плюс сразу же философский камень. И все это для команды Хеллрайзер достается. Нужно какому-нибудь саппорту отдать. Например, Дазл будет очень рад, я думаю. Философскому камню уж точно. Так, ну тут у нас пока что Эмбер пытается попушить. Но разница уже заметна в лавеллах. Одиннадцатый Эмбер, четырнадцатый Темпларка. Серьезно так. Ну и Аегис опять же в наличии четыре минуты еще будет. Ну пока смотрели за всей этой беготнёй. Никс скрылся с карты. Зафармил себе четырнадцатый. Ой-ой-ой, какие... Ну один хороший как минимум. Да два сочных. В принципе да, и второй тоже неплох. Не сказать, что он прям совсем бесполезен. На интового суппорта или на интового кора очень хорошо заходит дополнительная сила, дополнительная ловкость. Ну и в Эмбрейс это один из лучших. Да. Никс по-прежнему проседает относительно центрального, среднего графика. Но в целом нормально. Ну выравнивается. Вот, вот, купил сейчас Найт Сталкер Аганин. Но осталось его реализовать как-то хорошо. Потому что купить-то каждый может по-хорошему. А вот хорошо подраться с ним нет. Так, ну что в миде. Будет защита от Эдин Тавра. Пока что в песочке находится Акулыч. Вот он Сен Кинг. Пошла просветка. Эпицентр. Эпицентр. Уилл О'Висп хороший стоит. Забегает сюда Дахак. Как же подставляются сейчас Ашеры. Но не погибает пока что Ликантроп, потому что работает Шалу Греф. Ликантроп просто убегает. И Дахак набитый тоже ушел из драки. Буквально один удар. Нет, Дахак все-таки сгорел. Дахак сгорел от яда. И очень больно Сен Кингу. Сен Кинга забирают. Вот она, та самая ошибка. Элма возвращается. Его подхиливает Дазл. Шикарная игра от Союза. Как же он засейвал своего Кора. Ну и отдельно отмечу Бестмастера. Бестмастер застанил Сен Кинга. И Сен Кинг вообще ничего не сделал. Он так и просидел там в песках. Вся драка была в стороне. Эпицентр он так и не кастовал, кстати говоря. У него до сих пор не в кулдауне. Ну и все. Все. Пробили эту оборону. Идут дальше. Фортификейшн вынужден использовать Винстрайк. Да, Блиндаггер летит уже для Темпларки. Есть уже опция как-то самим врываться в драку. Есть пробитие. И дальше БКБ. Есть пробитие этой суперзащиты. Велувисп сожрали. Ликана подсейвили. Идеальная игра от Дазла. Ну да, скорости атаки тут очень много, конечно, команды Ашер. Поэтому диско Шарк от Ла живет очень мало. После первого тика моментально лопается. Две тысячи за Ашер. И они дальше могут идти. Опять же, пик Винстрайк силен, только если они заняли позицию. И им никак в тыл не зайти. Но если все эти самманы забегают внутрь, это страшные вещи. 8900 темпларка. Как же много. И Найт Сталкер, опять же, с Аганимом. Вот он. Пик силы, да, темп. Но он ничего не сделал вообще. Да, и статистику по фарму мы видим, что даже и с линии, и с леса гораздо больше вниз никс. У нас будет нападение сейчас на Эмбера. Эмбер. Не пробитие, возможно. Ну, не знаю. Эмбер уходит, конечно. Вот логично, правда. Странно, если бы он не ушел. Вообще, если бы Огра вылетел в мультикасс, но как он медленно кастуется сейчас, темпларка могла нанести три удара и за три удара стереть Эмбера. Это вполне реальная история. Так что очень вовремя. А, я так понимаю, не будет, да, Блингдаггера у Никса? Судя по всему, можно, пожалуйста? Он все-таки решил в БКБ выходить. Да, просто я видел, он уже его вроде как купил, но, судя по всему, продал. Ох ты. Попытка зафокусить Ликана. Но здесь уже Даззл, здесь уже ничего не получится. О, там тоже вам Брейс выпал. О, Элма, ультует. Пошли, поехали. Вилл-у-висп. Ха-ха-ха. Дальше, дальше, оббегая Вилл-у-висп. Нет, просто подфармить крипов, но нормально. Минус Вилл-у-висп, это важнейший ультимейт. Как сильно бояться этого Ликантропа. Найтсталкер просто не может ничего сделать. Ему кидает кислую Даззл, подхил, минус вся броня, куча урона. Опять же, не подерешься нормально. Тут у нас опять спрятался Акулыч. Акулыч не боится, что его вот так вот просветит? Нет, все-таки спевает уйти и делает ТП отсюда. Но это значит, что Т2 продают, наверное. Да, это значит, что Акулыча нет, песок здесь не закастовать. Так, Эмбер там прилетел, но что ты хотел сделать, молодой человек? Ну, явно просто прилетел на аренду, да. Да, просто вернулся сюда. Но сейчас тяжелейшая ситуация, потому что третий не красть. Сейчас вся эта гапша пойдет в атаку. Только сильнее становится армия команды Hellraiser. Они какой-то масс-пуш пошли на Т1. Но у них пик к этому располагает. Они, в принципе, так и должны делать. Выходить и забирать строение по КД. Как ты говорил неоднократно про пик силы, они должны это чувствовать, что сейчас они сильнее и нужно идти и драться. Вот я не понимаю, где их пик силы находятся. То есть они сильнее, да. Но такое ощущение, что они еще не на пике силы, что они станут еще сильнее относительно соперника вот в ближайшее время. То есть они могут раскрыть свою истинную силу еще? Ну да. В лучших традициях, да? Темпларка БКБ, темпларки еще блинк. Вот блинк на бестмастере. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, 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 сюда, сюда, сюда. Ночь, да, на дворе. Хоть глаз Кали ничего не видно. И Найсталкер отсюда убегает. Но вот день наступает, с другой стороны. Появляются таланты. 35 урона на кабана берет себе, конечно, бестмастер. Да, все на кабанов. Все правильно. Да, Хак убегает сверху, забирает баунсер. Так, там погоня, я так понимаю, за котлом. Но котел уже далеко. Просто не дать ему занять позицию. То, что он убежал за Тер-2, замечательно. Значит, Тер-1 можно будет... Тер-2, я думаю, тоже можно забрать. Тер-2 тоже довольно быстро разваливается, учитывая количество саммонов. Здесь крипы идут. И минус армор имеется, да. Тауэр падает. Глиб прожали. Есть форма от Ликантропа. Останавливает там врыв с Энкинга. Я так понимаю, погибает, к сожалению, бестмастер, не дав свой ультимейт. Уилови стоит. Его никто пока что не ломает. Никс прожал ВКБ, улетает из драки. И Ликантроп пока что не убегает, потому что стан Алохи его останавливает. Ликантропа расстреливает. Ликантроп отправляется в таверну. Что-то как-то на фиде ли Хелл Рейзер здесь? Непонятная совсем драка получилась какая-то. Очень крутая игра от котла. Спрятался, дождался вот этой агрессии. Я так понимаю, хотел бестмастер прыгнуть вперед, быстрее котла забрать. Но в итоге его там подлогали. Сэнкинга. Сэнкинга, да. Но там котел подстраховал очень хорошо. Да там и сам Сэнкинг может успеть копнуть, потому что у Сэнкинга нет анимации никакой. И просто бестмастера забрали, он так ничего и не сделал. Да, сверх агрессивно сыграл. Могли просто занять позицию, спокойно сломать вышку и идти дальше. Ну, хотели побольше. Но вот, наверное, это тот самый ключевой момент, где винстрайки могут начинать отковыриваться. Сила винстрайка, она, конечно, главным образом в Эмберспирите. Задача Дахака будет залететь в спину Дазла, убить его, чтобы он не накастовал Грейвов. Да и вообще кастовал как можно меньше, потому что косты Дазла снижают. Это физически. Да, Ярослав был прав. В очередной раз. БФ на подходе. Имеется уже Димон Эйдж. Все. Вам Брейс тоже. Сюда 60. Нечего тут висеть. Да, как-то так. Но в это время продолжают толкать линии. Ашер уже на топе втроем. Да, они прямо уперлись в то, что мы хотим пушить. С другой стороны, их можно понять. Они не хотят игру в лэп перейти, а как-то переносить, затягивать ее слишком сильно. Против этого Эмбера не хочется. Сен Кинг. Песочек накастовал. Роджер приходит. Так, форма от Ликана. Элма побежал вперед. Праймал Рор. Хорошо. Сен Кинга контролит. Бландинг Лайт. Сен Кинг все равно погиб. Это не спасает его. Контролит Ликантропа. Разрядили все в него. Ликантроп живет. Дахак убегает из драки. Дахак получает мультикаст. Форстаф работает. Отталкивает подальше Найсталкера. Есть байбэк. Сен Кинг вернется обратно. Видимо, продает здесь мифошку. И можно отступить. Очень хорошая драка пока что. Сейчас будет замедление. Ловушка. Но должны подцепить бестмастера. Бестмастера цепляют. И если бестмастера заберут, то разминка будет неплохой для Винстрайф. А его и заберут. Самое главное, что Эмбер забрал два врага. Да, там байбэк на Сен Кинге. Но ничего страшного. Сен Кинг он и нужен для того, чтобы впитать все. Заставить врага забежать в какой-то песок. В следующий раз Эмбер будет, если не с БФом, то максимально близко к нему. А, уже с БФом. У него уже практически БФ. Да, ему совсем немножко осталось дофармить до этого артефакта. И там дальше фарм его еще ускорится в разы. Так, Dispel Смелл доберет. У нас Темпларка уже до таланта до этого дожила. Тоже приятная опция. Да и в целом-то дела вроде налаживаются у команды Винстрайк. Самое главное, что стороны стоят. Налаживаются определенно. Потому что пачки крипов Эмбер, Спириту, с БФом не страшны. Пачки нейтралов, пачки суммонов. Все он будет забирать очень быстро. Да, рецепт на БФ уже летит в Курьере. И там осталось только последние расходники докупить себе. Сверхсильная лина, кстати говоря, у Винстрайков получается 8300. У Алохи уже не за горами Аганим. Но пробить пока все равно тяжело очень. Как мы видим, Дахак игнорирует первый талант. Ни мана, ни хп ему особо не нужна. Ну и что, опять выход на вышку. Очень аккуратный здесь. Ну что, затаились Ашер. Ждут пока кто-то подставится из команды Винстрайк. Но Винстрайк тоже передвигается аккуратно. Внизу там работает Дахак, толкая линию. Но это два, видимо, отдают, да? Опасно подходить, потому что Бессмастер прыгнет тебе на лицо. Нужно будет как-то завязывать драку неудобную, наверное. Но вот он БМ готов. Здесь в миде сложнее всего, потому что враг может зайти и слева, и справа, и со всех сторон. И дефить тяжко. С хайграунда нормальный. И вот боковую вышку тоже, если занять позицию вовремя. Да, БФчик готов. У Эмбера, значит, фарм только начинается. Деф, я бы сказал. Деф теперь уже не пошлешь всю эту пачку. Он может все убить. Причем ему не страшно убивать третьих некрачей. Ему не страшно убивать вообще ничего. Он не получает никакого ответного урона в фестах. Двадцатый надо талант на фесты брать. Да, жить бы до него. Так, там Рошан те времена появляется очередной. Прямо сейчас. А, это для Ашеров нужная тема. Кулдаун редакшн берет себе талант вот у Гелькан. Ну, чтобы побыстрее призывать их же Некров. Некров, Волков. Чтобы откатывалось все побыстрее, да. Ну что, на Рошана готовы заходить, я так понимаю, Ашер. Именится трэп. Они прекрасно знают, что Рошан уже здесь. Заходит. Вряд ли Винстрайк как мешают. Они просто будут обороняться. Да, он также очень быстро погибнет этот Рошан. Экспул. Самое страшное, если умрет Эмбер Спирит. Вот это будет поистине плохо. Потому что Эмбер Спирита здесь тяжело убить. Но если под контроль, то его как-то Бестмастер. Или еще каким-то образом. Эмбер Спириту нужно жить. Сетка у Сталкера. Кстати, прикольная тема. Влетаешь в Даззл, добегаешь до него, сеточку. И все, он никуда уже не уходит. Спокойно его сгрызаешь. Опять же, Даззл это цель номер один. Он даже не делает себе БКБ. Он сразу идет в какую-то Алибарду. Алибарду, чтобы затыкать Темпларку. Чтобы-то не било. Но помимо Темпларки проблема в том, что Эликан тоже достаточно много проблем доставляет. У Эликана вообще самманы, поэтому толку затыкает Эликана нет. За него дерутся сумоны. Но Темпларка Масхэп, конечно. Задизармить. Просто аккуратно подпушили соперника. 25-ая минута. Сейчас следующие терр артефактов можно выбить. И прям с ними пойти, пока соперник не выбил. Да, Аганим, кстати, у Алохи тоже практически готов. Если я не ошибаюсь. Готов. На Майнбрекер. Майнбрекер отличная вещь. Вот это проперло сейчас Никса. На Майнбрекер великолепная штука. Сайланс вешает при ударе. И дает также урон и атак спид. Так, ну вот Аганим для Алохи приехал. А тут там... Господи, Дейдалус. Дейдалус. Практически готов также для Никса. Жестко. Никс такой неповоротливый немного без Блинкдаггера. Так, там драка какая-то началась. Да, и есть Виллоу Висп. В нем стоят игроки команды Ашер, но все убежали уже. Какой-то в Сумонов был врыв. Некрачей всех похоронили. Там Аколыч получил немного урона. Минус Урса. Но потрачен Виллоу Висп. Важный ультимейт. Достаточно для команды Винстрайк. Теперь нужно быть аккуратнее. Странный момент. Немножко не следили за началом этой драки. Но решили, что Некрачей нужно уничтожить любой ценой. Окей. Потихоньку Ашеры подбираются к базе. Праймал Урора нет. Да, есть ответное нападение на Бисмастера. Бисмастер получает рассказ. Как же быстро его забирают. И вот он Аганим окупает себя уже для Алохи. Ну что, теперь нужно отступать Ашерам. Воспользоваться тем, что Дазл был снизу. Дахак. Никс прятался очень хорошо. Никс прятался, но его видят. Его видят, его подкопали. И не получится эффекта неожиданности. Никс прожимает БКБ. Плюха летит. Мультикасс прокает и Дахака очень быстро стирают. Эффект ожиданности получился. Да, в итоге вышел. Минус Дахак. Байбэк от Бисмастера. Дазл пришел. Дазла не было. Вот почему напали на Бисмастера. Знали, что никто не подсейвит. Видели на варде, как Дазл там только-только выходит. Но теперь Дазл есть. И нету Дарк Ассеншена. Нету Виллу Виспа. Мирспирит готов своими фестами рубить самону. Никс с лограунда. Практически начинает настреливать. Сенкирграскаст. Да, есть подкоп. Эпицентр неплохо. Могут попробовать Никса забрать. Продлевать стан. Но тут Шалу Грейв. Затолкали Никса на хайграунд. Праймал Эрорф кставали. Эмбер. Плавен ХП потерял. Выбери Аегис. Сейчас продолжить. Второй раз как-то цеплять. Еще один стан от Алохи. Но тут форстав работает. Столкнули на лограунд. Элма прокастовывает форму. Побежали самоны. Опять ультимейт от Алохи. И снова Шалу Грейв. Уже не добить. Все. Теперь Никс спокойно отступит. Отличная игра от Саюша. Когда он был в драке, он сделал все как надо. Тир-3 забрали или нет? Я так и не понял. Т-3 стоит вроде как. Должно стоять. Стоит до сих пор. Да. Крэгги Кот достается также команде Ашер. Винстрайк не выбили ни одного Тир-3 айтема пока что. Потому что они просто не заходили в лес. Ашер выбили уже три. И если Ашер так прям будут душить своего оппонента, то винстрайки могут остаться на долгое время без этих артов. Что, конечно, супер печально для них. А раньше, когда вот этот первый апдейт был, когда только по времени выпадали, можно было вообще без артефактов остаться на всю игру. Но сейчас в любом случае один выход с базы. Вот он, 20 уровень. Вот они фисты. Супер важный талант. Но тут все еще напряженнейшая ситуация. Потому что одна ошибка, база упадет вся. И хорошо сейчас спину могут выйти по хорошему команде винстрайка, Ашер. Ну, увидели. Поставили в арт. Увидели все абсолютно сейчас. Роджер. Да, там трепу сломали. Хорошо, по миду. По миду отправляется снова дабл дэмэдж. Имеется наличие у Темплара Сасси. Нужно быть аккуратнее. Там можно щелкнуть за раз какого-нибудь тоненького героя команды винстрайк. Минус некрачи. Минус тер-3. И отступить, забрать святыни. Да, все, теперь можно забирать святыни. Небольшой подсветник. Краме до сих пор 0 тер-3 артефактов. Я правильно понимаю. Через 10 минут уже эти арты 4 начнут падать? Да. Ну, сейчас вот выходят в лес, наверное, добудут там себе эти арты, которые им необходимы. Но, в свою очередь, Ашеры смещаются на нижней линии. Там все еще есть Т2. Вы издеваетесь! Самое время! Это самый лучший вообще дроп. Это молоток, который вешает на башню баф. Она начинает стрелять по пяти целям и чиниться в течение 30 секунд. Да, да. По-моему. Да. Мультишот, да, плюс 4 цели. О, да! Вот это пруха! Что там, говорили, сегодня проперло кому-то, не проперло? Вот кому проперло! Ну, опять же, я воочию пока не видел, насколько хорошо это работает. Давайте посмотрим. Это, в принципе, в любом случае будет работать, потому что ХП Т3-вышки вот чуть бы пораньше, и они могли бы эту вышку зачинить в Т3-шне. Ну да, и тогда бы не получилось отдать цвет, ну, не получилось забрать цветы не Ашер. Но все равно это очень неплохой баф, на вторую сторону хотя бы. Но, опять же, все логично. Ашеры не выпускали своих оппонентов, не давали выбить. Видите, насколько важно не давать сопернику выбить эти Т3-арты? Паладен Сворд. Также выбивает Найт Сталкер там в лесу. Возвращается обратно на базу у нас Дахак. ДКБ, Меликан Брофер. Да, и отдали Майндбрекер также ему. Так, Хаваль теперь дебафает врага, да, довольно? Раньше бафал тиммейтер, теперь дебафает врага. Меликан продолжает увлить каждый раз, когда подходит к базе. В позиции у нас обе команды. Очень нервная игра, 4 тысячи за Ашерами, но им нельзя ошибаться, потому что уже близок какой-то переворот от этого Эмбера. Не хочется давать ему возможность купить себе Дейдалу, Сквотерапиру. Да, урона, конечно, ему все еще не хватает, но Эмбер продолжает сплитпушить, не унывает, Кристалис уже себе приобрел. 3 700 на руках, сейчас главное не подставиться как-то нечаянно где-нибудь. Да, ему сейчас, конечно, очень важно линген сферу собирать, потому что защиты никакой нет от Premal Aurora пока что. Но тут аккуратно, так, лесочком. Выходит, забирает пачку крипов. Мощная тычка у Мелоюлы, видно, как он прям открывает бестмастера третьего. Еще раз все и ушел. Хорошо, денежки капают. Выбираю этот момент сейчас. Возможно, даже такую игру мы будем наблюдать от Ашер до следующего Рошана. Потому что ломиться на винстрайков, которые в позиции без Аегиса сыра, там какого-то шарда, может быть, Аганима не хочется, а взять дополнительно таланта. Еще пару шмоток Аеги сыр и выйти в атаку тогда. Пусть даже на Эмберспирте, который возьмет Дейдалус, все равно попрофитнее. Ну, здесь, конечно, вопрос темпа очень остро стоит в этой игре. Вот главное не переждать, не перехалдиться Ашера. Но ремонтный набор имеет. Ремонтный набор, конечно, прикольный темп. Но на миде он не поможет. На миде нет вышки. Это вот расстраивает. Правда. Ну, можно всегда на Т4 потратить, если уж так вот совсем все плохо будет. Да, это будет, конечно... Представляешь, вот их жмут, две тир четыре вышки битые, и вешается ремонтный набор на две вышки, и просто... тебе начинают мультишотами стрелять. Еще под каким-нибудь, знаешь, если у тебя Огр... Не хватает Огр, я только хотел сказать, да, в команду Винстрайк, чтобы еще забафал их. Огр и Аркварден ставят поляну, и это просто пулемет, который сносит все, любое количество мега-крипов, суммонов. Но это, конечно, фантазия, все здесь пока что. Не, ну, в теории это возможно. В теории это возможно, да. Так, ладно. Один Эмпер только фармит, все остальные просто смотрят. Ну, вся надежда на него пока что. И до хак 11 тысяч нетверс. Насколько тяжело этому Найт Сталкеру пришлось в игре. Пошел Смоук. Таник там тем временем темп ларфа приобрел себе. Подкопали, подкопали Ликантропу, форстаф, Мипошка спасает, и Элма жив. Хорошо, отдал только Волка. Из-за того, что у кого-то гем, там крипы начал ломать ловушки, и Смоук был зачитан. Теперь контратака, нужно бежать. Отлично, рор, блин, у Лина. Моментальный минус Санкинга и Лины. Есть байбек от Лины. Санкинг сидит в таверне. Да, бланик лайк не спасает. В итоге забирает еще и котла. Есть байбек от Алохи, вернется обратно. Тут пытаются забрать Эмбера. Эмбер пытается уйти отсюда. Нужно бежать. Трэпа взрывается. Дикое замедление. Форстаф. Станат Алохи, страхуется у тиммейта. Еще плюха, и до свидания. Эмбер спирит погибает, байбек у него имеется. Делать, конечно, не хочет пока. Кто не выложил гем и спалился на ловушках? Кто самое палевное звено? По-моему, был у котла, если не ошибаюсь. Да, это было настолько. По-моему, это было у котла, но котел уже в таверне. Видимо, гем уже отдал. Этот мув мог проиграть игру. Вот эти ловушки, которые разломали крипы, это палево. Лекан из-за этого начал уходить. Уже как минимум, если бы такого не было, он бы не успел развернуться. А из-за того, что он успел развернуться, его Огр смог еще и форстафнуть. То есть даже поворот модельки в этой ситуации важен. Ну, собственно, тонкий момент. И этот тонкий момент сейчас может проиграть игру. Пора, пора юзать ремонтный набор, потому что падают бараки по миду, и сейчас будут на другие линии отступать игроки команды Ашар. Ремонтный набор на куда? Ну, на нижнюю или на верхнюю линию. Или на Т4. Не знаю, что начнут бить. Вот у нас вот тут битая бышка, например, внизу. Ремонтируйте. Пора. Если не сейчас, во-во-во-во, пошел. Пошел, пошел. Есть подкоп. Тавр все еще живет. Хорошо. Алоха стан закидывает. Тавр настреливает. Ликонтрол бульно. Он убегает. Нормально, нормально. Работает. И еще чинить сейчас, починить эту вышечку. Как же круто зашел этот ремонтный набор. Я причем первый раз вижу, как он реально работает в игре. Да, у нас не так часто выпадает, но когда выпадает... Не, он просто обычно, когда выпадает, он просто валяется где-то на базе, как бы, без дела. А здесь вот с пользой его используют. Ну, в принципе, можно еще отчинить вышку, а можно оставить на будущее. Под фортификейшн хорошо заходит, вышка гарантированно починится. Ну, здесь, конечно, наверное, там... Я бы послушал дискорд команды Ашер в этот момент. Типа, какие там лакерки и так далее. Но они все равно очень близки к победе. Очень тяжело здесь будет отбиваться. 18 тысяч перефарма. Просто одна микро ошибка, и пик Ашер вламывается на базу, сносит всю рефрешер. Да, и причем сначала забрал Дазла, думаю, странно, наверное. Все-таки бейсмастеру попрофитнее, конечно же. Бейсмастер. Единственный герой, который здесь хочет себе брать рефрешер, это бейсмастер, рефрешить ультимейт. Блокинг-бар также бошу летит. В первую сторону заходят, вернее, на вторую сторону. На вторую сторону, там нижняя все еще стоит, опять же, ремонтная. Молоток! Неси молоток! Молоток в бой! Так, блондик лайт. Ну, нужно прожимать. Нет, не успели. Все, молоток. Не актуален здесь. Так, ну что, Т3 забрали, забрали также некра. 200 голды заработали. Это слабое утешение для команды Винстрайк. Минус Т3 на верхней линии. Вот базы остается все меньше. Нужен строительный набор теперь. Не ремонтный, а штат строительный. Чтобы восстанавливать. Тогда уже у нас какой-то РТС получается. Да, а посмотри на количество юнитов Ашера. У них и так РТС с самого начала игры. У них у каждого героя по несколько суммонов. Так, там битва за Ворды. В итоге битву выигрывает Винстрайк. Хорошо, а лох там работает. Вайп, грейвзы, катапульты заходят. Но Эмбера очень тяжело пропушить. Да, Эмбер еще не в той кондиции, когда одними частами может забирать огромную пачку крипов. Дизарм. Очень тяжело зайти. Особенно катапульты напрягают, которые сейчас продолжают ломать. Есть Моук. Будет нападение. Хорошо. Дахак подставляется. Половину ХП потерял. Убежал, выжил. Есть глифортификация. Фортификация. Нужно отступить. БКБшку поражал Бестмастер. Ну, в общем, всеми правдами и неправдами Винстрайк обороняются. Пока неплохо. За счет Сенкинга, Котла. Так, не забываем, что все еще есть два Праймал-Арора. Как минимум. Но в итоге не вкставали. Пока что внизу уходит нас Бестмастер. Пропушить. И на травелах можно вернуться в любой момент. Пропушить здесь очень важно, чтобы линия потихоньку толкалась. Смит и так пушится в сторону соперника. Ну, увы, и Некра пошли. Ух, мощь. Мощь пика HR. И в то же время мощь Эмберспирита противостоит им. Да как тут бегать? Что-то пытается сделать. Дахаку. Очень тяжело Дахаку. Здесь вообще. Паладин с Вордом. Ему там еще этот яблочко дали. И все равно Нейсталкер слабовал. Да, покушай яблочко. Статы какие-никакие. Блингдагер там и хочет себе приобрести, но пока что не тратит деньги. Оставляет на байбэк. Байбэк здесь очень важный. Очень важный момент, да. Ну и продолжается осада от команды HR. Дахак бегает. Просто ничего не может сделать. Снимают. Это не Крачи, Волки. Нет, не снимают. Отходят. Там потихоньку-потихоньку кабаны. Врочи сняли Варны наконец-таки. Ох-ох-ох-ох. Супер осада. 38 минут. Уже длится это противостояние. Да, нижняя линия уже начинает подпушиваться потихоньку там. Там кабанчики подпушиваются, да. Работают, работают. Ну и отбиваются вроде как. Пока что винстрайк. Но опять же ночь на дворе. Ночь-то рано или поздно закончится. Вечно ты так и не подбиваешься. Сейчас ты найсталкер сильный. Днем-то слабый. Бестмастер в своей позиции где-то в углу сидит. Сейчас всех птиц будет сдувать. Там хат висит. Ой, забирает его Алоха. На миде уже выходит Ликантроп подпушить немножко, чтобы центральная линия толкнулась. Есть форма от Ликантропа. В итоге решили что, нападать? Нет, Ликантроп вниз побежал. Да, да. Сплит пушить. Сплит пушить будет нижнюю линию, да. Пока что тут занимается команда. Ликантроп забирает Т-3 в низу. Все нормально. Очень быстро. Праймл-Арор. Первый пошел. В Алоха залетает. Начинает падать барак. И был висп. Подконтролили здесь двоих. Но тут БКБшка. И моментально шарик сломали. Бешная скорость атаки. А снизу Ликантроп доедает. И да, это первый барак. Тут же отходит для того, чтобы его не подцепили. Ну и довольны этим. Минус Тер-3, минус Ранжовый барак. Более чем, да. Спокойно можно оступить. Дождаться появления следующего Рошана. Да, фармить артефакты. Вы и так контролируете, наверное, 90% карты. Враг не может выйти с базы по-хорошему. Я бы сказал, дождаться следующей формы Ликантропа. И точно так же повторить развод. Либо же так, да. Рошана, в принципе, еще долго ждает. Теперь нижняя линия будет пушиться крипами. Постоянно за счет сильных ренджей. Бист улетел еще раз туда. А, аутпост на 40-й минуте захватить, чтобы экспы не дать оппоненту. Никто сюда, естественно, не полетит. Любой герой, который летит, сразу спровоцирует атаку на собственную базу. Четыре баунти руны забрать. Но это будет сейчас сложно сделать одному бисмастеру. Да, у него полно времени. Но, в принципе, да. Одну забрал. Звук обанчика. Топорики кинул. Просто пропушивает. И вот он день на 40-й минуте. Ну да, и теперь Найсталкер не такой страшный. Конечно, есть ультимат все еще в наличии, конечно, но... Это уже рано или поздно и он закончится. Пошел Грейт Ауры на 25-м. Даже мощно с таким количеством суммонов и темпларовский. Так, я слышу форму очередную. Да, опять. А, Аликан. Привязки, я так понимаю, от Эмбера. Но вот у Эмбера проблемы. Первый Праймал Ролл залетает, но и этого хватает. И урон от саммонов бешеный. Еще и Акулыч могут сгрызть. Еще рефреш от Бистмастера. Начинают ломать сейчас милишный барак. Что-то мне подсказывает, что сейчас игра закончится с такими темпами. Там нет байбэка. В это время забирают верхнюю линию. Бараки упали. Есть мега-крепы для команды Ашер. И Бист просто уходит. Не уходит Ликантроп. Но это мелочи. Потеря одного только Ликантропа на 4 барака. Ну что, пора чинить Т4. А ремонтный набор вообще остался. Ты вроде должен был, я только один раз видел, чтобы его использовали. Может все три раза? Все три раза завязали. Я не уверен, есть ли там калдаун. У этого котла он был, насколько я помню. Не вижу. Все. Ремонтный набор отсутствует. Ремонтные работы окончены. Так, у нас там Тимелес Релик появляется. Таймлес Релик. Очень хорошая тема для какого-нибудь Огра Дазла. Подольше бафы будут висеть. Ну и с полдэмэдж. Тоже приятный бонус. Ну, больше некому отдать. В идеале для героя, у которого... Типа Виномансер. Виномансер самый лучший носитель этого артефакта. Но тоже неплохо. Учитывая, что у Винстрайков нет таких артефактов. В принципе, они в лес не выходят. Они могут выйти в лес и выбить себе Тир 4 шмотки. А Тир 4 шмотки очень важные. Так, бабочка появляется для Никса. 22 тысячи перевеса уже в пользу команды Ашер. 38 секунд все еще не будет у нас Эмбера. Без Эмбера тяжело. Прямал Рор первый пошел. Быстренько забирает котла, чтобы не мешался. Байбэк у него тоже не имеется. Ну и Дахак тоже ничего не может сделать. Его тоже стирают. У него байбэк есть. Он возвращается обратно. Но как втроем защищаться? Непонятно. Слишком большой куш. Пешенная скорость атаки и ГГ пишет Роджер. В итоге мы немножко неправильно оценили силы в этой группе. И Ашеры обыгрывают Виндстрайк. Причем на второй карте довольно легко, я бы сказал. Ну, у них такая стратегия была. Они прям не могли ошибаться. Но они не ошибались и постоянно давили. Тем самым ситуация в группе получается очень интересная. И завтра еще более напряженный день нас ждет. Потому что Na'Vi единоличный лидер. Остальные команды по два очка, ну кроме Unique. То есть есть лидер, есть аутсайдер. И есть три команды, которые будут бороться. Одна из них попадет на второе место в плей-офф. Одна попадет на майнер. И в плей-офф майнера. И одна никуда не попадет. И вот это очень интересные расклады. Для меня, конечно, удивление, что Ашеры смогли одолеть Виндстрайк. Большие молодцы. Абсолютно по делу при том. Классно все сделали. На первой карте затерпели. На второй задавили. Да, на второй просто уверенно отыграли. И вообще никаких претензий нет. И не знаю, что добавить. Они просто саждали-саждали базу. Уверенно закончили и все. А добавят наша студия аналитики. Обязательно что-нибудь добавим. Спасибо, коллеги. Друзья, для вас эти пять Best of 2 серий отработали Вова Майлшторм и Саша Джем. За что им, конечно, огромное спасибо. Ну и мы отправляемся в последний аналитический рывок. Подушка видна. Не падает. Все замечательно. Зато падает Виндстрайк в рамках своей группы. И теперь там действительно очень интересные расклады. Но их мы оценим чуть попозже. А пока хочу, чтобы вы напоследок игру оценили. С удовольствием скажу, что я был прав. Найсталкер был куском дерьма против этих героев. Потому что... Ну да, потому что... Ну, без обид. Просто вот он бежит. У него саленс такой. О, я сейчас кого-то за саленсию. И ты смотришь этих героев. Да им по барабану на этот саленс. Они просто бьют его с руки. У них там суммарно было больше десяти аур. Ну, их там было просто супер-супер много. И мы понимаем, что Найсталкер... Найсталкер... Он никто. Вот он был никем в этой игре. То есть вот он там по Нетверсу в один момент был пятым или шестым. В него паковали все артефакты, которые выбили из леса. Пытались из него сделать мужчину. Но в итоге он оказался женщиной. Которая не способна вообще сделать что-либо в этой игре. Вот. Я первую мысль высказал. Продолжайте, Ярослав. Я нашел отличие. Это... Слушай. Да, все верно. Не пошло у него. Но на самом деле... Да расслабься, ты молодой. Да все для тебя, дорогой. Все нормально. Старые люди, вам помогать надо. Ну, не настолько старые-то. Был один момент. Он, правда, уже на халатах прошел. Либо вообще не было. В миде, конечно, драчка. Очень на Тоненького все было. То есть, если бы там в Инстарек получилось выиграть ее. А начало казалось, как будто бы получается. Как будто бы выходит. Хороший виз поставили. Залетел Найсталкер. Дал по стратегии, чуть ли не по всем, два воина. И вроде как уже начинали побеждать. Но что-то, что-то, что-то не хватило. Что-то не хватило. Их развернули. Они потеряли две... Ну, вышку одну, несколько героев. И сразу начали сжать. И дальше, да. Дальше уже было очень тяжело камбэчнуть. Уже темп этот был потерян. То есть, момент силы они не смогли реализовать свой, к сожалению. Для них, к сожалению. А для ХР, к счастью. И дальше уже ХР, конечно, потихоньку, потечуть додавливали. Вот в этой игре ХР большие молодцы. Потому что, как я и говорил на предматчах аналитики, Темпл Рассайсин, если вот не учитывать Эмбер Спирита, который может что-то ей рассказать после Блэкинг Бара. Она реально нажимает на Блэкинг Бара. Она просто вертела всех героев. Винстрайк и Эмбер Спирита в том числе. Потому что даже он не мог ее хорошенько пробить после подкупки Баттл Фьюри. Соответственно, Хэлл Рейзерс этим классно пользовались. Когда у Темпл Рассайсин было Блэк Бэм, они забирали вышечку, они забирали святыню, они забирали рошанов. Они не торопили событий. И в этой игре они показали академичную доту, как они плавно, но верно, аккуратно, осторожно наращивают преимущества и самое главное, собирают ауры на свою команду. Потому что, опять же, напомню, что сейчас аур много, вот там уже их там больше восьми, а в лейте их там было больше десяти. И вы представьте, что это такое, когда все герои под десятью с лишними аурами месят винстрайк. Там реально было просто без шансов. Ну да, не хватило. Короче, Эмбер Спирит по итогам, на мой взгляд, немножко не вошел во всю эту концепцию всего этого драфта, потому что нихренашеньки он не сделал. И да, действительно, прогноз, так сказать, состоялся. Он был физическим, но лучше бы не был, похоже, похоже на то, потому что толку никакого, непонятно, урона нет, толку нет и ничего. В общем, никакой пользы нет. Была там идея, вроде как, взять Разора. Ну, у меня, кажется, была такая идея. И смотрю на это и думаю, что, возможно, Разор бы получше сошел. То есть он там выиграл бы миду у Темпларки, и потом он бы, наверное, возможно, что-то делал. И это герой, который может купить ауру, то есть он может купить Керасу, там, не знаю, какую-то хотя бы, хоть что-то, хоть какая-то польза, и в любой драке, типа, к Темпларке он присасывается, да, и как-то ей мешает. Ну, может быть, и есть какие-то еще варианты, но этот тембер прям совсем не зашел. Он играл хорошо, в принципе, все делал здорово. Он очень хорошо поставил мид против Темпларки, на самом деле. Ну, удивление, круто все сделал. Удивительно, прям был супер КС и так далее. Но толку, толку все равно ноль. То есть, как бы, вообще герой не способен. Смотрите на количество ауру. Здесь Ашеры реально молодцы. То есть, вот если вспомнить их вчера, их первые игры, то они играли так себе. Здесь они умудрыли взять пик, который, в принципе, и на линиях более-менее стоит, и в early-гейме, может, и в mid-гейме нормально смотрится, и в late-гейме, что самое важное. Они тоже большие молодцы, и я их поздравляю. То есть, я не думал, что они смогут навязать такую красивую борьбу в противостоянии против Finstrike. И здесь, ну, как бы, нравится видеть, как команда эволюционирует по ходу турнира, причем эволюционирует в нужном направлении. Ну, здесь прям небо и земля. Вот по сравнению со вчерашним днем, HellRaisers — это небо и земля. Да даже можно ближе взять по сравнению с первой серией, которую мы сегодня смотрели. Ну, и это тоже, да. Вообще, на самом деле, эта встреча, она как будто не имеет ничего общего с первыми играми обеих команд. Winstrike выиграли свою встречу со счетом 2-0. Сделали это довольно уверенно. Мы смотрели и радовались. HellRaisers проиграли 0-2. И самое главное, что сын Кинг проиграл. С самого утра я его недолюбливаю, и он снова проиграл. Ты что-то докопался за сыном. И он реально, то есть, представьте, бежит темпо... Не-не, сын, сын... Сын отрабатывал. Отрабатывал. И на линии, и поиграл. Да нет, сын нормальный. Сын нормальный, да. Но для того, чтобы быть чем-то большим, нужно быть, чем просто сын. И можно быть каким-то бейсмастером, которого хотя бы есть контроль в БКБ. Ну, он не может же один сын все съезжать. Где батя? Нет, сын тащил. Где батя, где мамка? Мать у Алины, но она тоже... Где все? Где помощь? Сын один не может. А проблема, как бы, действительно, сын Кинга здесь в том, что такое ощущение, что все хотели, чтобы он один выиграл эту игру. Вот, на самом деле, что... То есть, кто ауру купит? Ну, вот этот парень. Клешня. Типа, кто драку возьмет? Ну, вот этот парень. Клешня. Кто, типа, дэвид швейс несет? Ну, вот это... Короче, ты, давай, говорят ему. Покупай все ауры. Покупи все ауры, потом начни нам драку, потом еще отойди, еще с ульта залети, пожалуйста. А если ты этого не сделаешь, мы проиграем. И в этом, в целом, получилась такая слабость пика Винстрек, поскольку у них Насталкер, ну, он с трудом нафармил аганим БКБ. А ты видел, чем он занимался? Это очень странно. Я молчу про вот эти побегушки, то есть, я не знаю. Очень странно. Ну, то есть, я не эксперт вот в этих побегушках, поэтому я оставлю это без комментариев. Но, в целом, то есть, Эмбер не очень хочет собирать ауру, да? Насталкер с трудом нафармил аганим БКБ. Котел, он вообще без денег с игру бегал. И остается Лина, которая любит там линзу и ульчик. Такой классический набор Лины. И реально вот пик получился таким, что только сын Кинг мог собрать ауру. Только он. Только он. А ему на... Ну, как ты один купишь все ауры? Он что-то купил, но, понятно, ему там не хватило денег на керасу какую-то. А она очень нужна была. Да. Все, друзья, настало время подвести итоги. Какие у нас есть, давайте посмотрим все и как-нибудь прокомментируем. Для начала СНГ. С группой Б мы уже закончили, а в группе А пока, если я правильно все понимаю, последняя карта продолжается. Да, и именно так. И, судя по счетам, играют Кханы против 178-х. У нас все довольно интересным образом складывается. Завтра будет яркий день. Да. Очень многое будет решаться. Команда Нави первое место. Не отдали ни одной карты. С этим их можно поздравить. Хотя, конечно, открывать шампанское еще рано. Только на половину пробочки. Собственно, это, что касается СНГ-региона, в группе А коллеги, как считаете, там неожиданно? Забей. Смотри, Европа. Да, вот я изначально говорил, Ярослав намекал, что, возможно, здесь будет борьба, но, как по мне, не будет здесь борьбы. Несмотря на то, что Ярослав хочет увидеть пятую команду, которая будет бороться, но это легчайшее для Нигмы. Но это начало. А Лайнс и Ликвид. Это начало. Это начало концертов. А от финнам еще подтянутся. Или какие-нибудь викинги. Ну, кто-нибудь что-нибудь сделает. Ну, пожалуйста. Ну, сделайте что-нибудь. Ну, сделай хоть что-нибудь. Да, пожалуйста. Ну, кто-нибудь, что-нибудь, короче, будет. Европа еще идет, друзья. Но пока неинтересно. Если я правильно помню, на третьем и четвертом канале эти мальчики продолжаются. Дмитрий. Я вот хотел сказать, по-моему, Сигма, Нигма и Сикерт с Опплэн Квал вышли, да? Да. Это такой пример, когда вышли команды с Опплэн Квал, и просто все их боятся, и все хотели бы, чтобы... Не та ситуация, Димон. Ну, да, я понимаю. Я просто беру пример, что вот, пожалуйста, сильные команды в Опплэн Квала здорово. Все именно так. Здорово. В Китае все очевидно и вероятно. Вичи Гейминг, Ехоу Мастер. В Китае это стабильный. Смотришь, вот Вичи Гейминг... Ну, а РНЖ немножко проваливаются. Ну, да. А в остальном, ну... Ну, у РНЖ, ладно, у РНЖ группа супер жесткая. Я не знаю, кто такие Ревайв. Это очевидно, ребята, с Опплэн Квал. Остальные, ну, как бы, там каждый-каждого может отмесить, по факту. Хоча таких стабильных средничков, которые могут всегда и в любое время. Все именно так. Если я правильно понимаю, следующий должна быть графика по юго-восточной Азии. Да, да, вот за самое сочное. Самое интересное. Тинси. Ну, а хотя на самом деле, да, они, видите, как, они делят три нижних строчки. Они выходят из запоя, вот что... На одну карту они выходят из запоя. Выкарабкиваются, да. Да, может быть, на минор пойдут. Все именно так. Команда ФНАТИ в группе B. Эти ребята... Один мажор играют на расслабоне, другой играют нормально. Посмотрим, в какой категории будет принадлежать этот мажор. На него еще, правда, надо пройти, но в любом случае первое место группы пока что они держат. Собственно, с Северной и Южной Америкой, понятно, мы вам еще ничего не покажем, потому что эти матчи еще попросту не начались. Зато закончились СНГ. Для вас весь этот долгий день работали Ярослав и НС Кузнецов, Дмитрий Лайтов Хевен Куприянов. Меня зовут Дмитрий Нотан Майхаус Крупнов. Завтра, друзья, ждем вас в то же время на нашей трансляции. Продолжим смотреть СНГ Регион.